В происшествии возбуждено уголовное дело. Уже в этот четверг, 5 декабря, в общероссийский прокат выйдет художественный фильм «Ржев». Картина, несомненно, стоит особняком на фоне того, что уже было снято в нашей стране про Великую Отечественную войну. Так говорят те, кому уже повезло посмотреть эту военную драму. В субботу к ним прибавились и участники спецпросмотра, который прошел в Музей Победы в Москве. Изначально решено было провести два предпримерных показа военной драмы «Ржев». Один он прошел в самом городе воинской славы, что вполне естественно. Ну а место для второго тоже напрашивалось само собой. Это Москва, музей Великой Отечественной войны, здесь, на Поклонной горе. Как и в «Ржеве», на этот показ были приглашены не только ветераны, представители общественных объединений и военнослужащие, но также простые москвичи и гости столицы. У каждого были свои мотивы прийти в этот прохладный вечер на Поклонную гору. Потому что это премьера, потому что это знаковый фильм, потому что в следующем году юбилей. Победы. Я трейлер смотрел. Что-то в кадрах этих было настоящее, что-то было в этом искренне. Сохотелось убедиться. На самом деле это так, потому что много фильмов выходит на ту же тему, но как-то какие-то они плоские или картонные. Я родом из всех мест, о которых будет нам фильм рассказываться. Поэтому мне эта тема близко. И с давних времен я проявительным занимаюсь немножко в теме. Мне интересен авторский взгляд. Всем, кто в теме и тем более читавшим саму повесть Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», перед началом фильма его создатели объясняли. Не надо искать полного соответствия. У нас не было цели экранизировать книгу Кондратьева. Поэтому это собирательный образ на основе книги Кондратьева. Это по мотивам. Поэтому мы сочли нужным изменить что-то для себя. Со специальным словом перед собравшимися выступил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. По его словам, картина играет еще и просветительскую роль. Ведь так повелось, что Ржевскую битву долгие десятилетия обходили молчанием не только кинематограф, но и школьная программа. Была битва под Москвой, потом отступление под Харьковом, потом сразу Сталинград. А что происходило между Москвой и Сталинградом, не очень понятно. А происходила одна из самых бессмысленных с человеческой точки зрения мясорубок в истории человечества. Как и в Ржеве, столичный просмотр прошел на одном дыхании. Опять те же аплодисменты по окончании фильма. Свой полный восторг выразил и губернатор Игорь Руденя, который отметил, съемочная группа сделала большое дело. Я еще раз хотел бы выразить слова благодарности коллективу, тем людям, которые организовали создание такого замечательного произведения. Очень глубокий фильм, неповторимый. И в конечном итоге мы видим, что действительно дух советского человека, дух русского человека, это то, что невозможно сломить ни в каких обстоятельствах, никакой мощью. При этом Игорь Руденя выразил уверенность, что только этим фильмом тема Ржевской битвы в кинематографе не должна быть исчерпана. Сражение было слишком масштабным, чтобы ограничиться одной картиной, отметил губернатор Тверской области. Редактор субтитров А.Семкин